30 тысяч путешественников за год. И это только те, кто отправился отдыхать за рубеж. Но патриоты могут выдохнуть. Число саратовцев, тех, кто турецкому берегу предпочитает берега родные, отечественное неуклонно растет. Чаша весов медленно, но верно склоняется в сторону наших курортов. Пророссийские отели, которые предлагают систему «Все включено», они на самом деле становятся год от года все лучше. Они подтягиваются до сервиса, может быть, не турецкого, но какого-то уже среднего между Турцией и Россией. Они становятся значительно лучше. Но, соответственно, и стоимость у них будет возрастать, потому что они становятся все более и более востребованными. Но по России, допустим, можно найти очень бюджетные варианты. Это касается, допустим, объектов, которые были построены к Олимпиаде. Они предлагают новые номера со всеми удобствами, большие территории. И питание можно взять на свое усмотрение. Отдых в России черноморским побережьем не ограничивается. В стране есть что посмотреть, но кусаются цены. Очень интересное направление такое, как Байкал, Алтай. Очень много запросов у нас поступает, но стоимость этих туров значительно дороже, особенно за счет того, что нужно покупать билеты. И не всегда это прямые рейсы или прямые поезда. Это нужно добираться либо через Москву, либо через Санкт-Петербург, что не очень удобно. Очень интересные туры в Карелию. Здесь помимо красот природы можно посмотреть массу достопримечательностей. И водопады, и поучаствовать в рыбной ловле, и поучаствовать в сплаве по реке. То есть это такой, скажем так, тур-экшен для любителей активного отдыха. А что же за граница? Здесь без неожиданностей, в лидерах курорта Европы. В прошлом году у нас хит, ну как и всегда. Это, конечно, в первую очередь Турция, больше двух тысяч человек уехала. Второе место занимает Испания, порядка 300-350 человек. И дальше идет Италия, Греция, Вьетнам, Таиланд. Вот приблизительно там где-то 200-250 человек. По словам Дмитрия Анпилогова, зимой саратовцев потянуло на экзотику. Зимой это, скажем так, получилось с Кубой. Вот Куба такое направление, все-таки далеко лететь. Цены всегда были довольно-таки высокие. В этом году Куба открылась в России с новой страны. Россиян сами, сам был недавно на Кубе. Правительство Кубы делает преференции для российских туристов. Цены низкие, поток очень большой, море прекрасное, океан прекрасный. Отдых очень понравился. В этом году, причем у нас не только Кубы и Доминиканы продаются хорошо, но и очень хорошо продается Мексика. Есть, конечно, туристы, которые могут позволить себе еще более экзотические, более дорогие направления, такие как Мальдивы, такие как Австралия, допустим, или Новая Зеландия. Таких туристов, конечно, к сожалению, у нас единицы. Говоря о туризме, нельзя обойти тему Китая. Нас снова уверяют, Поднебесная у жителей региона не в фаворе. Ну, Китай у нас никогда не являлся одним из популярных направлений. Туда, конечно, летали. Но, учитывая, что это не прямые рейсы, понятно, и не очень дешевые, как вы сказали, рейсы. Одним из наиболее популярных он не был никогда. Тут больше выигрывает Таиланд и Лаос. Вот такие вот направления более экономные. Несмотря ни на какие опасения, и чиновники, и представители туриндустрии на предстоящий год пока смотрят с оптимизмом. Главные надежды связаны с работой аэропорта Гагарин. Наши компании туристические на сегодняшний день продают Тунис. И цена из Гагарина в Тунис, полетных программ, и из Самары туда же, одинаковая. То есть вообще, если мы раньше уезжали в Самару, чтобы прилететь куда-то, на этом что-то там выигрывали, вот это направление вообще сравнялось по определенным параметрам. В любом случае, вспомните, когда-то мы летали в Испанию, в Чехию мы летали. Эти направления были очень нормально, очень хорошо загружены, потому что, ну, как бы, да, борта у нас полные уходили. И мы что имели вот в ближайшее время? Эмираты летали, у нас уходили по 189 мест Боинге, которые обычно грузятся, 150, ну, 160 – это прям очень хорошая загрузка. У нас они уходили битком под завязку. Вот интересная статистика такая, если в прошлом году у нас из Сарата вылетало два рейса в неделю за рубеж, это была Турция, ну, я про сезон говорю, самый сезон, то в следующем году уже сейчас планируется, не планируется, а уже в продаже шесть рейсов в Турцию в неделю, то есть было два, стало шесть, плюс Тунис и плюс Греция. То есть по всем параметрам в четыре раза объемы должны вырасти.